Костюм имеет отличительные знаки. В принципе, любой человек, который посмотрит парад на Красной площади 24 июня 1945 года, он сможет увидеть эти отличительные знаки и на других мундирах других родов войск. Костюмы эти специально разрабатывались для этого парада, чтобы подчеркнуть значимость и красоту нашей армии, армии-победительницы. В этом костюме действительно маршировали по Красной площади. Его обладатель был среди тех, кто кидал фашистские флаги в огонь. Такие же уникальные кители, пальто и плащи собраны на выставке одежды сотрудников служб безопасности. Всего представлено 23 костюма. Большая их часть подлинные, пошили только совсем старые экспонаты, аналоги которых носили 100 лет назад. Есть костюмы-реплики, то есть это более ранние костюмы, которые просто фактически невозможно найти. Но они восстановлены с исторической достоверностью, с исторической точностью. Уникальную коллекцию удалось собрать в том числе благодаря Музею Совета ветеранов Самарского управления службы безопасности. Его архивы постоянно пополняются, а потому есть возможность предоставлять экспонаты для различных выставок. И сейчас, после смерти, близкие родственники, дети, внуки, сдают ордена, медали, форму и любые другие атрибуты, которые относятся к чекистской тематике, сдают к нам в музей. Первыми посетителями выставки стали юно-армейцы. Экспозиция – это часть федерального проекта «Историческая память» и проекта «Парад памяти». За каждым событием стоят люди. Наша Самарская область тесно связана. Она была второй столицей во время войны. Соответственно, здесь был усиленный режим. Здесь у нас работали многие известные разведчики. Были разведшколы. Выставка в музейном комплексе «Россия. Моя история» будет работать до 16 ноября. Вход свободный. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.